Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент. Доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи с нами сегодня российский вирусолог, доктор медицинских наук и член Нью-Йоркской Академии наук Анатолий Эйнштейн. Здравствуйте. 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 Стоят ли эти меры тех средств и тех потерь экономических в том числе для того, чтобы их делать? Как считаете? Это очень мощная эпидемия. С такой эпидемией мы сталкиваемся впервые. Это новый вирус. Мы имели аналоги сходные вирусы в начале века. Это вот вирус SARS был. Потом появился вирус MERS, который от коронавирусов верблюдов, а SARS от коронавирусов летучих мышей. Но этот вариант вируса новый. И он оказался очень заразительным. И легко идёт передача от человека к человеку. Поэтому человечество так встревожилось. И вы видите, что эпидемия приняла большие масштабы. Всемирная организация здравоохранения объявила её пандемией вполне правильно. И действительно, сейчас уже более миллиона, ближе к полутора миллиону людей заражены. И очень много людей погибло. Мы в условиях чрезвычайной ситуации, которая объявлена в нашей стране, регулярно говорим о коронавирусе с специалистами. И видим, как ситуация меняется стремительно, в том числе и в Латвии. Вот как вы оцениваете в целом ситуацию с распространением COVID-19 сегодня в мире? Вирус чрезвычайно распространён и распространяется широко. Но действительно, есть целый ряд стран. И в число этих стран входит Латвия, где распространение этого вируса происходит весьма ограниченно, если, конечно, в Латвии применяют, имеют в достаточном количестве хорошие диагностические системы и правильно их используют. Если это так, то можно сказать, что в Латвии очень слабо распространяется этот вирус. И эпидемия носит очень такой умеренный характер. В чём специфика этого вируса? В чём его главная опасность, как вы считаете? Этот вирус легко заражает человека. Он размножается в верхних дыхательных путях и при этом легко передаётся. А кроме того, он спускается в нижние дыхательные пути, поражает лёгкие и вызывает тяжёлую пневмонию. И в результате люди, особенно люди, у которых есть сопутствующие заболевания, люди старшего возраста, они подвергаются большой опасности и в довольно высоком проценте погибают. Если говорить о биологической составляющей, почему вирус настолько заразен? То есть есть какие-то его особенности, которые позволяют ему внедряться в клетку? Вы знаете, вообще коронавирусы леточек мышей не должны быть очень заразными для человека сами по себе. Но это мы имеем дело здесь, конечно, с мутантом или с рекомбинантом, с изменённой генетической системой. И генетика этого вируса такова. Сотокова кодируются такие белки, которые позволяют ему легко проникать в клетки человека. Доктор медицинских наук Виктор Зуев был также гостем нашей программы. Он сказал о том, что бессимптомные носители COVID-19 являются наибольшей угрозой сегодня. Как долго человек может носить в себе коронавирус, не зная об этом без проявлений? Вы знаете, надёжных, хороших данных на этот счёт неизвестно. Обычно коронавирусная инфекция протекает, например, на две недели, может и дольше, может быть. И в течение всей этой инфекции, а также ближе к концу инкубационного периода, человек может быть заразен. Поэтому, если у человека выявлена коронавирусная инфекция, он должен быть изолирован. Если это лёгкая клиника заболевания, то он должен быть на самоизоляции. Если тяжёлая, он должен быть помещен в больницу. Раньше говорили о том, что вирус практически не опасен для детей и для молодых людей. Сейчас мы получаем новые данные, что среди тех, кто тяжело переносит COVID-19, есть и люди 30-40 лет, то есть молодые и относительно молодые. То есть изменилось представление об этом вирусе и его опасности для определённых групп? Нет, оно не изменилось. Это вопросы статистические. Значит, статистика показывает, что пожилые люди, для них более опасна эта коронавирусная инфекция и гораздо менее опасна для молодых. И дети почти не болеют этой инфекцией. Но это статистика. А каждый данный ребёнок или каждый данный молодой человек может столкнуться с тем, что заболевание протекает тяжело. Почему дети не болеют? Как это можно объяснить? Ну, практически не болеют или болеют бессимптомно? Лёгкая форма, да. Вы знаете, всерьёз это ещё неизвестно. И на этот счёт могут быть разные предположения. Но есть предположение, что меньше вырабатываются рецепторы, белок, который является рецептором для этого вируса, содержание информационной РНК в клетках у детей, в верхних дыхательных путях, ниже, чем у взрослых. И, может быть, меньше вырабатывается этого белка. Это не очень доказанная тоже вещь. Отдельные данные такого рода были. Кроме того, распространилась гипотеза о том, что вот особенно в восточных европейских странах везде применяли БЦЖ. И вот эта вакцинация БЦЖ, она может оказывать влияние на развитие коронавирусной инфекции, что тоже не доказано. И хорошее объяснение, почему вот такая вот не вполне обычная ситуация, когда дети менее подвержены заболеванию, чем взрослые, обычно бывает наоборот, она остаётся не очень ясной. О необходимости медицинских масок – это один из таких главных вопросов наших радиослушателей. Насколько маска она эффективна, способна ли она защитить от коронавируса и кому маски нужны в период пандемии? Маски – полезная мера при вот такой борьбе с распространением коронавирусных инфекций. В первую очередь они могут помочь, если такую маску носит человек, у которого есть какое-то инфекционное заболевание верхних дыхательных путей, коронавирусные или не коронавирусные. Вот маска поможет уменьшить число людей, которых он может заразить. Ношение маски у здоровых людей, оно тоже, конечно, снижает возможность заражения, но поскольку глаза не закрыты при этом, а вирус может попасть на слизистую глаз тоже, то это тоже, конечно, относительная мера. Но, в общем, большинство мер такого рода не являются абсолютными, и маски можно считать полезными. То есть через маски, да. Еще более полезным считается соблюдение такой личной гигиены, особенно в отношении рук. Нужно руки мыть несколько раз в течение дня, если вы потрогали какие-то предметы вне своего дома, использовать дезинфицирующие вещества и, в общем, следить за руками. Через маску вирус может проникнуть в медицинскую? В щелях, которые всегда есть в маске, вирус может проникнуть, и проникновение прямо через вот эту вот матерскую часть маски, она, конечно, будет резко снижена, но не на 100%. Что касается социальной дистанции, которая сегодня введена, вот у нас, например, в Латвии это 2 метра, а в России, насколько мы знаем, 1,5 метра. Какая должна быть дистанция? Ну, и 1,5-2 метра, они дадут эффект, если человек на вас не кашляет и не чихает. Если человек кашляет и чихает, то эти 1,5-2 метра вас не спасут. То есть это зависит от того, насколько слюна или частицы вещества могут распространиться в результате вот такого выброса? Да, специальные были исследования, проверенные в Японии, и показано, как разлетается содержимое полости рта и носа у человека, который чихает. И до 10 метров летят эти частицы. У нас звонок, радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр. Скажите, пожалуйста, я внимательно слежу за теми действиями, которые предпринимает Александр Григорьевич Лукашенко. И он говорит, значит, нужно идти не всем фронтом, так сказать, борьбы, запрещать проезды, сажать всех по домам пенсионеров, а нужно работать точечные. Такие методы, которые сейчас применяются у нас, это только при никуда не годном здравоохранении. И самое главное, что Всемирная организация здравоохранения его в этом, по его словам, поддерживает. Как вы считаете, какие методы? Или вот закрывать всех, так сказать, поголовно, решать их проезды, или, так сказать, делать тестирование, изолировать этих людей, выявлять этих людей, и, так сказать, бороться направленно. Какие методы более эффективны? Спасибо. Да, спасибо. Да, спасибо. Ну, метод самоизоляции – это, в общем, хороший и важный метод. Если человек может подвергнуть себя самоизоляции, он должен это применять. Ну, самоизоляция – это не доведение до какого-то абсурда. Конечно, человек может пойти прогулять свою собаку, он может пойти в магазин, он может пойти в аптеку. Он не должен делать каких-то действий, без которых он может обойтись. Не должен ехать куда-то, если это не является категорически важным для него. Если же это очень важно, то тогда это возможно. То есть, это как большинство мер такого рода, это повлиять на частоту заболеваний людей, не является стопроцентной мерой. Если говорить о том, что некоторые страны не ввели режим карантина, такой жесткой самоизоляции, это, например, Белоруссия и Швеция, которая тоже решила по своему сценарию в Евросоюзе развиваться, вот как вы оцениваете действия этих стран и решение этих стран в условиях пандемии? Я думаю, что варианты, которые применяет Швеция, они кажутся вполне такими целесообразными. Шведы очень дисциплинированы, они сами подвергают себя самоизоляции и стараются сильно не нарушать противоэпидемических правил в процессе этой эпидемии. Развивается там эпидемия достаточно сдержанная, например, вот так, как в России развивается, но довольно много смертей. Но, тем не менее, в России введен режим, как мы знаем, ну, по крайней мере, всеобщей изоляции, кто-то это называет карантином. Вы считаете, что зависит от менталитета людей? Ну, понимаете, в России нет такого абсолютно строгой изоляции. Есть такая самоизоляция, не работают различные учреждения, где люди могут развлекаться, рестораны не работают, парки закрыты, ну, по крайней мере, в Москве так. Это, вот такие вещи делаются. Это все оказывает положительное влияние на распространение вируса и на течение эпидемии. Но не является какой-то стопроцентной гарантией. Еще звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Да, слушаем вас. Здравствуйте. Да, извините. Добрый день. Янис, меня зовут. Вот, может быть, Анна поможет мне задать вопрос до конца. Она знает такой препарат, как амексин. Она, я попрошу, чтобы задала вопрос про него. Я думаю, мы друг друга понимаем. А второй вопрос вот более про стадный иммунитет. Вы могли бы подробно рассказать? Я быстренько скажу, как я понимаю это. Вот, допустим, в Латвии мы берем стадный иммунитет. Нас тут живет полтора миллиона. Значит, где-то половина, как я понимаю, должно заболеть. Это там 750 тысяч, 5% смертей. Звучит очень-очень страшно. 37, там, 5% от полтора миллиона. 37 с половиной тысячи должно погибнуть. Ну, если бы справлялась медицина, то такого бы не было. Расскажите подробнее про стадный иммунитет. Спасибо. Да, спасибо. Мы сейчас знаем очень мало о таком коллективном иммунитете вот при современной эпидемии. Для того, чтобы его оценить, необходимо использовать тесты на выявление антител коронавирусу. Причем именно к данному коронавирусу. Потому что коронавирусов много. И у человека тоже есть целый ряд коронавирусов, которые и до этого вируса были распространены. Нам нужно уметь отличать антитела этого коронавируса от антител против других коронавирусов. И в результате только путем таких исследований мы посмотрим, что происходит у нас с коллективным или, как говорят, стадным иммунитетом. То, что обязательно должен быть иммунитет на уровне 50%, с соответствующей смертностью. Это не совсем правильно. И вряд ли это доказано так уж. И пока об этом я не думаю, что нужно особенно волноваться. Наш радиослушатель, по всей видимости, хотел, чтобы я задала вам вопрос про амиксин, такое противовирусное средство. Что думаете про это? Современный иммунитетомодулятор. Никаких данных о том, что амиксин действует при коронавирусной инфекции, нет. Что касается вакцины от пневмокока, которую также упоминают нередко, что она может быть полезна или может снизить воздействие коронавируса в случае осложнения удара по лёгким. Если такая вакцинация была заранее проведена, не в процессе, когда человек заболел коронавирусом, а его раньше вакцинировали против пневмокока, то она действительно может помочь, потому что при коронавирусной инфекции тоже могут присоединяться бактерии и пневмокок, в частности, может присоединяться. Если человек иммунен против пневмокока, он получает выигрыш в борьбе за свою жизнь и при такой инфекции. Пневмококовая вакцинация против пневмокока имеет смысл. Но только не в процессе, конечно, заболевания, не в процессе, когда люди уже захвачены коронавирусом. То есть сейчас делать вакцинацию от пневмокока не имеет смысла, даже если человек здоров? Трудно сказать. Я думаю, что сейчас, может быть, действительно нет большого смысла. Но я боюсь вам ответить на этот вопрос определённо. Ещё звонок примем или сейчас на перерыв уходим? Сейчас нам звукорежиссёр скажет, что делать. Что нам делать, Родион Золотарёв? Тогда примем звонок. Примем ещё один звонок. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Как вас зовут? К уважаемым ведущим и к профессору. Вот, извините, я уберу это. Да, мы слушаем вас. Да, значит, ещё, если я не ошибаюсь, 10 марта ВОЗ говорил о том, что никакой угроз глобальной пандемии нету и нет оснований для беспокойства. Не считаете ли вы, что это было как бы сознательное введение в заблуждение из-за боязни серьёзного влияния на глобальную экономику? Спасибо. Спасибо вам. Я думаю, что все решения ВОЗ вырабатываются коллективно путём приглашения ведущих экспертов мира. Возможно, к тому числу, о котором вы говорите, такого коллективного решения ещё не было. А 11 марта уже, так сказать, было решено, что надо объявлять пандемию. ВОЗ не работает по принципу того, что вот руководитель ВОЗ, директор ВОЗ принимает какое-то решение и сразу его там всем навязывает. И работа идёт через экспертов, вместе с экспертами. Не было, на ваш взгляд, недооценки этого вируса? Потому что нередко, в том числе от врачей, можно было в начале пандемии, ещё до того, как она была объявлена, слышать мнение, что этот вирус чуть опаснее сезонного гриппа. И, соответственно, такая суета, она нецелесообразна. Коронавирусы человека, известные с 1965 года, собственно, тогда и возникл этот термин – коронавирусы. И эти вирусы всегда были возбудителями у человека заболеваний верхних дыхательных путей. В общем, букете вирусов, которые вызывают эти заболевания каждую зиму, осень, иногда весной они вызывают заболевания. И, в общем, это были коронавирусы-возбудители довольно лёгких простудных заболеваний. И этот коронавирус, он, конечно, обладает гораздо большей патогенностью, тяжёлые изменения в лёгких даёт, и в этом отношении он опасен. То, что о нём было мнение, что он такой же, как вирус гриппа, я думаю, что со временем он действительно станет таким же, как вирус гриппа. Он приспособится к организму человека, ему невыгодно вирусу убивать людей, невыгодно размножаться в лёгких, ему гораздо выгоднее размножаться в верхних дыхательных путях. Тогда человека никто не изолирует, его не кладут в больницу, а он легко может передавать этот вирус другим людям. И вирусу хорошо, вирус распространяется. А те, кто попал в лёгкие, они там и останутся. Поэтому общая тенденция эволюции вирусов – это снижать свою патогенность. Не обязательно, это не всегда так бывает. Но у вируса гриппа так было, и мы думаем, что и коронавирус пойдёт по такому же пути. То, что вначале к нему было такое несколько презрительное отношение, но это естественно, потому что это новый был вирус, непонятно, что происходит. Были единичные случаи, в одном месте один случай, в другом месте два случая. Конечно, было скептическое отношение. А сейчас-то ясно, что это очень серьёзная вещь. Сделаем небольшой перерыв, потом вернёмся и продолжим. Оставайтесь с нами. На одной волне с городом. Радио. Радио. Болтком. Нас сейчас зрители не слышат? Да, мы продолжаем. Снова возвращаемся в эфир. Это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссёр Родион Золотарёв. На прямой связи с нами сегодня Анатолий Альштейн, российский вирусолог и доктор медицинских ног. Здравствуйте ещё раз. И принимаем звонки, продолжаем принимать звонки. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Да, как вас зовут? Меня Пётр зовут. Да, Пётр, слушаю вас. Спасибо доктору, что он поддержал в споре с комментатором Анной, что маски носить обязательно. Не обязательно. Не обязательно, доктор не говорил. Обязательно, доктор сказал, обязательно. Вопрос такой, доктору, можно ли сейчас привиться, сделать прививку БЦЖ или от малярии? Или, например, как я знаю, возбудить иммунную систему, вот как я учился в институте, один, чтобы не ехать в колхозже, наверное, сделала укол молока или каким-то другим образом. Спасибо. Спасибо вам. Вы знаете, значит, сейчас вот такая точка зрения, что БЦЖ может быть полезна при коронавирусной инфекции, появилась. И, насколько я знаю, проводится в этом плане, проводится экспериментальная работа. Я вам бы не советовал на себе экспериментировать, делать прививку БЦЖ или делать какие-то другие прививки в этот момент. Я думаю, что это не целесообразно. Ну, по поводу масок все-таки наш радиослушатель, наверное, хотел бы, значит, обязательности их ношения. Ношение масок крайне желательно. Крайне желательно. То есть в данном случае, если вы считаете, что вы не должны носить маску, то это не совсем верно. А вот спросивший считает, что это строго обязательно, нужно с ним согласиться. Он должен носить эту маску, потому что она дает ему не только какую-то защиту от вируса, но и психологическую защиту. Ну, получается, что психологическую защиту в первую очередь дает маска, учитывая, что вы сказали, что от коронавируса все-таки маска не защитит. Или же нет? Она защитит частично, снизит вероятность заражения. Здесь же все основано на шансе, на статистике. Понимаете, если вы в маске, у вас один шанс заразиться. Если вы без маски, у вас немножко этот шанс повысится. Да, еще звонок у нас много, радиослушательный на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Вашему гостю такой вопрос. А будьте добры, сколько приблизительно, можно встретить от минус до максимума, быть людей, в настоящих болевших, то есть заразившихся коронавирусом, но они не выявлены. Ну, те, кто выявлены по отношению, и те, которые, как бы, проходят бессимптомно. Да, мы задавали вопрос в начале. Ну, я бы сам хотел иметь ответ на этот вопрос. Такие исследования начинаются, но они еще не проведены. Еще премьем звонок. Да, здравствуйте, как вас зовут? Алло, добрый день, Денис, Испания. Да, Денис, слушаю. Вопрос к вашему гостю. Я так понимаю, сейчас все мы сидим на карантине. После отмены карантина, насколько возможна вторая волна заражений и насколько она будет обширна? Большое спасибо. Да, спасибо вам. Вторая волна, следующая волна осенью, зимой следующего года совершенно не исключена. Очень вероятно, что такая волна будет. Но такого резонанса и такого влияния она уже не окажет? То есть мы уже адаптируемся как организм человека? Мы уже, во-первых, психологически адаптируемся, а во-вторых, мы адаптируемся материально, потому что врачи будут готовы. Вот тут вы видите разницу. Китай первый принял на себя удар этой эпидемии, и это дало возможность в других странах подготовиться к этой эпидемии. И вот Россия, например, встретила эту эпидемию уже довольно подготовленной. Появились у нас и тесты свои, и организованы были больницы специальные для приема больных. И это было уже, конечно, намного легче. Вопрос от нашей слушательницы. Ольга у вас спрашивает, как вы прокомментируете передачу вируса животными и через животных? Вы видели, что тигриц заболел, или тигр, там как раз была информация. Да, коронавирусы вообще могут заражать животных. Насколько вот этот вирус может заражать животных? Вот это сообщение с тиграми, если оно достоверное, то показывает, что такая возможность существует. Сказать определенно, что мы можем заражаться от наших животных, заражать их, а потом от наших животных заражаться, ну, таких материалов пока нет, и я думаю, что преждевременно это утверждать. Дмитрий у вас спрашивает в Фейсбуке, в Египте изучают воздействие меда на коронавирус. Как вы думаете, они это серьёзно? И, кстати, как вы относитесь к продуктам пчеловодства, спрашивает он? Я к продуктам пчеловодства отношусь положительно. Использовать мед для борьбы с коронавирусом, конечно, можно, но никаких данных, что коронавирус боится этого меда, нет. Ещё звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Дмитрий, у меня такой маленький вопрос. Вот люди, которые сейчас заболели этим коронавирусом, они вылечились, допустим, да, у них получать какой-то умунитет для дальнейших, ну, с тех же коронавирусом или другими вирусами. Или это надо будет тогда каждый день, год делать прививку, как от гриппа, там, и от других вирусов. Люди всё-таки останутся умунитета для того же... Да, мы поняли. Да, мы поняли ваш вопрос. Спасибо. Скорее всего, человек приобретает иммунитет после переболевания, но этот вопрос ещё нуждается в изучении. Мы слишком мало ещё знаем. Недавно с ним знакомы, с этим коронавирусом. Но есть ведь случаи повторного заражения. Поэтому вопрос ещё нуждается в изучении. Простите? Есть ведь случаи повторного заражения коронавирусом. Соответственно, можно ли говорить об отсутствии иммунитета тогда от него? Насколько твёрдо доказано, что это было повторное заражение, а не продолжалась инфекция? В общем, это не очень ясный вопрос. Я сомневаюсь в повторных заражениях. Ещё звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, ещё раз добрый день. Денис, Испания. Короткий вопрос. А вашему гостю, как специалисту, при каких показаниях статистики мы можем ожидать отмены карантина? Я имею в виду, например, заражение снизилось на столько-то процентов, или смерть, или отношение смерти к заражениям и так далее. При каких обстоятельствах мы можем ожидать отмены карантина? Я имею в виду по статистике. Большое спасибо. Спасибо вам. Точных здесь данных, которые говорят, вот такие цифры будут, значит, немедленно отменяйте карантин. Такого нет. Отмена карантина – это всегда политическое решение, которое основывается на учёте нескольких факторов. Ну, в первую очередь, медико-биологические факторы. Во-вторых, это экономические факторы. Потому что вы же понимаете, что можно карантин продолжать до бесконечности, а экономику развалить, и что там будет лучше – это сильно сомнительно. А также политические факторы тоже имеют значение. Вот по сочетанию этих факторов будет приниматься решение о прекращении эпидемии. Если посмотреть в историю, потому что многие в контексте этой пандемии вспоминают испанку, которая бушевала в начале прошлого века и унесла жизни 50 миллионов людей. Вот были ли подобные истории вообще у человечества в прошедшем веке, когда вот так весь мир закрывался на карантин в связи с новым заболеванием? Ну, в связи с гриппом, пандемии гриппа бывали, и, конечно, вот до такого, как сейчас, не доходило, но пандемии гриппа бывали, и принимались меры против пандемической инфекции. И пример, который вы привели с испанкой, с испанкой – это действительно характерный пример. Вот вирус был, конечно, исключительно опасен и вызывал тяжелую патологию у небольшого процента людей, у небольшого, он просто был очень заразный и широко распространился. При этом, заразив очень много людей, он убил небольшой процент, но этот процент составил десятки миллионов человек. То есть можно здесь как раз провести аналогию между новым вирусом и вирусом гриппа. После ведь уже карантин не объявляли, получается, что тогда человечество адаптировалось к этому виду вируса гриппа и, соответственно, как-то… Человек адаптировался, больше сказать можно, грипп адаптировался, к человеку, вирус гриппа адаптировался к человеку. Да, после этого уже не было такой страшной патологии и такой летальности эта инфекция не вызывала. Вы сказали о том, что вирусу невыгодно, чтобы человек тяжело болел и умирал, потому что, как и говорил нам также профессор Зуев, что он заинтересован в том, чтобы жить. И вирус, и носитель ему для этого нужен. Почему тогда существуют такие страшные вирусы, как Эбола, у которых летальность составляет чуть ли не 70%, если им это не выгодно? Эбола живёт не за счёт того, что она распространяется от человека к человеку. Она распространяется среди животных, где, скорее всего, она вот таким страшным действием не обладает. И это её устраивает. Когда она вырывается от животных к человеку, и есть здесь передача от человека к человеку, если не может приспособиться, то и вируса этого не будет. Среди людей не будет размножаться. Но ему хватает животных в джунглях, чтобы на них размножаться, не губя их. Вирус можно назвать союзником человека, учитывая, что вирусы – это настолько древняя история, что они были всегда, кажется? И как учёные говорят, что они не заинтересованы в убийстве своего носителя. Они друзья нам или нет? Или мы, может, просто ещё не до конца научились с ними взаимодействовать? Вы знаете, это вопрос непростой. Вирусы – это объективный фактор, с которым человек существует. По моему убеждению и представлению, жизнь на Земле вообще возникла из-за вирусоподобного, в результате возникновения вирусоподобного агента, очень простого. После этого он в результате эволюции дал начало протоклеткам, а дальше уже пошла вся остальная жизнь. Вирусы остались с этими клетками, остались с этими организмами. То есть никакой жизни без того, чтобы она сопровождалась вирусами, по-видимому, не было, не бывает и быть не может. Это составная часть нашего существования, существования всей биосферы Земли. Иногда они нам вредят, иногда они могут быть полезными. Для тех, кто смотрит на коронавирус не с точки зрения биологии, а с точки зрения теории заговора, говорят о том, что... Ну, вы наверняка слышали, что о коронавирусе говорят, что это якобы биологическое оружие. Что думаете об искусственном происхождении COVID-19? Я глубоко убежден, что этот вирус имеет естественное происхождение. Никаких признаков того, что это генно-инженерный продукт, где целенаправленно что-то вставили. Этого нет. Я должен сказать, что нет научной основы, с помощью которой мы могли бы сказать, что вот нужно сделать в вирусе такие-то, такие-то и такие-то изменения, и мы получим вот этот SARS-CoV-2. Люди до того, как имели этот вирус, учёные не знали, как можно сделать именно вот такой вирус, как получился. Так что это дело рук природы. Как раз спрашивает Гарри Гайлетт, может быть, вы ещё более подробнее поясните, что отличает искусственный вирус от природного? Там мы обязательно получили бы, если бы это было генно-инженерное происхождение, связанное с генной инженерией происхождение, мы нашли бы вставки, которые уже хорошо известны, которые от какого-то другого вируса или из другого источника происходят. И обычно о таких вставках всегда хорошо известно. То есть это на уровне молекулярной культуры вируса? Да, конечно, на уровне генома этого вируса. То есть его проанализировали, в нём нашли последовательности, которые относятся к вирусу SARS-CoV-1, последовательности, которые относятся к мышиному коронавирусу летучих мышей. И каких-то особых вставок специальных, которые были бы характерны для чего-то другого, там не найдено. Вопрос, который часто задают, что с вакциной, как быстро она может появиться и насколько она будет эффективной? Значит, вот эта эпидемия и вот этот коронавирус, он даёт сейчас хорошие возможности для вирусологов создать вакцины нового типа, которые раньше не применялись или мало очень применялись. У нас же используется значительное количество вакцин, которые обычно делали старыми способами, то есть на основе самого вируса. Сейчас есть возможность ввести в действие вот против этого коронавируса вакцины, которые будут сделаны на основе геноинженерных рекомбинантных вирусов. Например, вирус ОСПО-вакцины, например, аденовирус, например, аденоассоциированный вирус и некоторые другие вирусы. И над этим сейчас активно работает во многих лабораториях. Дело в том, что эти подходы хорошо известны, они хорошо проработаны и кусочки генома коронавируса вставляются вот в такие вектора. И это и есть основа для будущей вакцины. Как это всё сработает, как это будет действовать, какой вариант будет лучшим, идёт большая гонка сейчас в мире. Ещё звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Мне очень интересный вопрос, я быстро. Скажите, пожалуйста, в начале передачи вы в интервью вы сказали, что в зависимости от качества тестов, может быть, вы или и в том числе в Латвии, небольшое количество заражённых. Вот поподробнее, какая разница в тестах и как также Вселенная Федерация здравоохранения может рекомендовать или не рекомендовать, или немножко по тестам, насколько они разные и кому можно верить. Спасибо. Да, и как они работают? Да, тесты, которые сейчас используются, они направлены на то, чтобы выявить вирус в организме заражённого человека, причём не просто вирус, а его генетический материал. Значит, это тесты, которые позволяют обнаружить, что в вирусе, что в мазках, которые мы делаем из носа, изо рта, мы обнаруживаем определённую нуклеотидную последовательность, которая характерна именно для этого вируса. Этот метод отличается довольно высокой чувствительностью и относительно высокой такой точностью. И позволяет, если он положительный, это позволяет сказать, у этого человека есть данный вирус. Мы это делаем, говорим это без того, чтобы мы этот вирус выделили и культивировали. И для научных целей вирус можно выделить, культивировать и дальше изучать. А для того, чтобы поставить диагноз, нам достаточно вот этого теста, который применяется. Значит, в разных странах применяют, эти тесты могут отличаться тем, что они могут быть направлены на разные участки генома вируса. И они могут дать одинаково хорошие результаты. Может быть, какие-то тесты при этом оказываются лучше, какие-то хуже. Такого сравнительного исследования, по крайней мере, не описано. Сейчас у нас регулярно появляются новости о новых тестах, которые показывают, могут выявить результат за 5 минут, через 20 минут, через полчаса, может быть, через час. Это тесты на антитела. Насколько они годятся для использования бессимптомных носителей? Нет, нет. Это все тесты на выявление генетического материала вируса. Была еще в 80-х годах предложена и прекрасно себя зарекомендовала и имеет огромное значение и в науке, и в вирусологии, полимеразная цепная реакция, при которой, при проведении этого теста, нужно все время менять температуру, проба то нагревается до 90 градусов, то она охлаждается, потом снова нагревается и так далее. Это занимает несколько часов. А есть такая же реакция, так же она устроена, но есть отличия определенные. Там другой фермент применяется, так называемая изотермическая реакция накопления нуклеиновой кислоты. Вот такая реакция способна дать ответ буквально как минимум за 5 минут. Ещё звонок примем в завершении. Что касается реакции, которые основаны на антителах, они для выявления болезни пока применяются очень мало. Есть такой метод, когда вы готовите специальные полосочки, на которые уже нанесены определённые антитела, и такой полосочкой не требуется никакой квалификации человеку, чтобы поставить диагноз такой коронавирусной инфекции. Но этот метод не распространён, потому что нет этих полосочек, никто не производит. У нас взял слушатель на линии. Здравствуйте. У меня такой маленький вопросик выводить тогда. Это вирус, это всегда в грозе нашему здоровью, да? И всё-таки есть вирусы, которые крепляют наш иммунитет, наше здоровье. Да, спасибо. Вирусы, которые не вредят нашему здоровью, а его укрепляют. Наоборот, наш иммунитет. Вы знаете, это вопрос довольно сложный для популярной передачи такой. Но у нас есть такие эндогенные вирусы. Эндогенные – это значение внутри нас, и в нашем геноме находятся… Эти вирусные гены, являются частью наследственного аппарата человека. Судя по тому, что они имеются у каждого человека и у каждого животного, они играют какую-то важную роль в жизни млекопитающих, птиц и более низших животных. Точная роль этих эндогенных вирусов не очень известна, но, судя по их распространению, они очень важны. Успеем ли мы принять еще звонок? Нет, к сожалению. Мы не успеваем. Спасибо вам, что вы нашли время. Вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Доктор медицинских наук и российский вирусолог Анатолий Альштейн был гостем программы. Спасибо вам. Всего доброго и до свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова